Всем привет, с вами Некрос, и сегодня у нас видео про ветряного инвокера. Скажу сразу о плюсах и минусах в этом матче. Квас Вексом легче играть, у него большая область покрытия скиллами. Таким образом инициировать замес можно без особых усилий. Зато поначалу тяжело фармить, поскольку тычка с руки очень маленькая, а экзорта нет. Также такой инвокер довольно быстрый, особенно в инвизе с промакшенным Вексом. Таким образом можно незаметно гангать противников, но для этого необходимо четко подготовить скиллы и сферы, иначе инвиз собьется, либо вам придется делать лишние движения. В этой игре я прокачивал квас больше чем на 4, то есть можно было промаксить Векс, вкачать квас на 4 и потом экзорт на 4. Это дает право вызывать двух фаржей и прокастить огнем, а я решил не заморачиваться. Однако, до огненных прокастов дело все-таки дошло, только таких моментов было не так уж и много, игра к тому времени уже подходила к концу. Отсутствие санстрайка в ранней игре заставляет больше двигаться по карте, и MP позволяет убивать противников с эскейпами. С помощью раскаченного торнадо можно инициировать издалека и добивать убегающих противников, либо спасать союзников, сбивая ченнелы врагам. Ветерком также можно разведать темноту. Теперь поговорим немного про закуп. Фейзы, понятное дело, нужны и форстав для мобильности. Главный айтем – арчитка, на нее я подсел уже давно при такой раскачке. Она крайне эффективна против всяких вайдов, антимагов и эмберов. При таком закупе и замакшенном Векси у вас появляется хорошая скорость атаки, которой я добавляю Майлстром и затем Мьёльнир. Не помню, что именно меня побудило его покупать, но работает это хорошо, что главное. Далее я уже не хотел напрягать себе мозг и купил Скади. Грубо говоря, это облегченная версия витриного инвокера с некоторым упором на лейтгейм. Вот примерно так все и было. Теперь давайте просто посмотрим на оставшиеся моменты, поставим пальцы вверх и подпишемся. Приятного просмотра! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА